Обратиться в округ с тем, чтобы Салихард выделил деньги на строительство дома для инвалидов, полностью адаптированного под их нужды. Такое предложение депутат Китаян высказал в ответ на обращение жительницы Ноябрьска, инвалида-колясочника Жанны Петровны Туболес. Хотя сама женщина просила несколько о другом, и решение по ее вопросу наверняка вызвало у нее разочарование. Дело в том, что ноябрьские депутаты отказали ей в выделении 2,5 миллионов рублей на приобретение однокомнатной квартиры. Приспособлены для человека с ограниченными возможностями. Однако такой вердикт народных избранников имеет под собой довольно веские основания. Со слов депутатов, женщине уже дважды выделялись квартиры в Ноябрьске, и еще, по крайней мере, один раз за пределами Ямала. Однако она все свое жилье оформляла на родственников, а сама каждый раз обращалась с новой просьбой о приобретении новых квадратных метров. Теперь, а это уже по информации НГДИ и социальной службы, она не имеет в собственности никакого жилья. У нее нет близких родственников, которые могли бы ухаживать за ней. А та жилплощадь, которую она сейчас занимает, не приспособлена настолько, что ей сложно пользоваться даже санузлом. Администрация предложила депутатам одобрить просьбу и приобрести для Жанны Туболец квартиру, но только передать ее не в собственность, а по договору коммерческого найма. Депутаты предложения отклонили. Человек манипулирует нами, не давит, а мы будем поощрять ее. Каждый год нам будет переоформлять. Если мы говорим «А», мы должны сказать «Б». Если мы даем Жанне Петровне, мы должны дать Сергею Михайловичу, Марии Васильевне и так далее. Нет, это не есть. Почему именно этот вопрос возникнет? Почему мы тогда рассматриваем одного человека, а не рассматриваем всех инвалидов-колясочников, которые живут в неадаптированном?